Всем привет! И да, сегодняшнее видео будет о наушниках. Я знаю, что это музыкальные каналы, найдутся люди, которые скажут, ну господи, ну зачем музыкантам наушники? Однако для всех остальных у меня есть хорошая новость. Один из зрителей сегодняшнего видео получит вот такие вот замечательные, к слову, вовсе не дешевые, наушники от компании Monsters Inspiration, оформленные в коже, в металле, все по-серьезному, все по-мужски. И более того, еще один зритель сегодняшнего выпуска получит еще одни наушники. Конкурс будет проводиться среди подписчиков моего канала, больше никуда не оповещаться, и данные наушники буду отсылать вам лично я. То есть, ну, все реально, все по-честному. Итак, компания Monsters, она и не нуждается-то особо в рекламе. Ими пользуются известные спортсмены, звезды, диджеи, да и мы с вами знаем их по MonsterCabell. Ноэ Ли, это профессиональный барабанщик, соответственно, аудиофил, основатель данной компании, давно уже заработал себе респект, но компания выпускает новую линейку, и в том числе новую модель Monsters Element. Это флагман. Конечно, у них есть более дешевые модели, но судят компанию по флагману. Данную модель они решили популяризировать на все аудитории, в том числе и на музыкантов. И так она попала к нам. Итак, давайте же посмотрим, чем нас сегодня собираются удивлять. Итак, эти наушники поставляются вот в таком вот замечательном, я бы даже сказал, твердом кейсе, и в такой вот действенной пленочке, которая нам говорит, что до нас их точно никто не надевал. Что ж, я их тоже до этого, естественно, не вскрывал, поэтому насладимся этим моментом. Естественно, у нас есть бумажка рекламная, она нас мало интересует. И вот такой вот еще внутри оформленный кейс. Ну, все классно, все классно, конечно, да. Все на магнитиках, с ленточкой, с ощущениями, личная подпись на ОЛИ. Есть у нас инструкция, то, что это овер-ир, то есть, что это накладные наушники есть, салфетка по уходу, есть кейс. Вот это вот приятно, потому что я ношу все в рюкзаке, и у меня там и контейнер для еды, и педали, и дрель, и наушники тоже. Хотелось бы, конечно, такие наушники поберечь. То, что кладут такой кейс, это хорошо. А есть что-то еще? Нет, все. Это оформление. Понятно. Ну что ж. Смотрим сами наушники. Угу. Тут есть еще кармашек. Что у нас в комплекте? В комплекте у нас идет куча кабелей. Есть кабель USB. Это клево. Микро на микро USB. Кстати, не так часто и встречаются. Это значит, что наушники работают от USB. Ну, естественно, они и заряжаются, думаю, по этому кабелю. Есть переходник на обычный USB, чтобы, собственно, их заряжать. Ну и вообще он так по жизни пригодится. Есть, значит, с уголком у нас кабель. Кабель толстый, хороший, матовый. Но не длинный, я смотрю, с микрофоном. Кабель для повседневных такой прогулок. Не слишком длинный, чтобы не мешался. И, собственно, сами наушники. А, есть еще переходник. Переходник на музыкальный стерео 6.3 инструментальный джек. Ну, для того, чтобы, скажем, подключить его в пианино. Да и вообще куда угодно, в общем, для музыкантов. Так, у нас здесь инструкция о сенсорной панели. Ну, естественно, если они Bluetooth, значит, они должны, должны у нас как-то контактировать со всеми устройствами. Чтобы мы не лазили каждый раз в карман переключать песни и перематывать их. Ну да, ребят, такое вот ощущение приятной нежности. Вспененный материал, очень мягкие мембраны на уши, немного подвижные. Внутри железо, сверху пластик. О, вот это классно. Это не эко-кожа, это резинка. Такая прикольная мягкая резинка под голову. Она не жесткая, конечно, она внутри получается пустотелая такая. Интересное решение. Итак, я скачал тонны музыки, начиная от Гамбины, заканчивая Монатиком, через Авреловин и Архитекс. И могу сказать, что эти наушники идеальны. Они просто созданы для техно и поп-музыки. Их предназначение это именно широкие сэмплы, то есть богатый бас. Не бас-гитара, а именно бас, потому что он здесь очень классный, очень детализированный и очень разный во всех треках идет. И вокал, а также духовые, скрипки, все вот это, все, что находится в середине и верхней середине. Вокал звучит действительно отдельно и объемно. Очень хорошая сцена. То есть вы чувствуете, вы слышите не просто один какой-то моно-сигнал, направленный в амбуши. А вы отличаете, что вокал спереди, сзади у вас там играют какие-то аранжировочки мелкие, да, гитарки поигрывают. Есть бас, который очень объемно вас подкачивает, задавливает, да. И тот же самый монатик, да, монатик, которого я слушал везде, на радио, в общественном транспорте и даже в наушниках. В принципе, песни кружим мне казалось, ну, чем-то обычным, не сильно богатой, насыщенной какой-то аранжировкой. Здесь я услышал в ней столько, столько мелочей, столько работы с вокалом, с аранжировками. Я услышал там столько разных духовых отсюда, насколько все панорамировано. То есть с этим все замечательно. Но, опять же, звучат лучше именно богатые широкие песни. И это скорее наушники для универсальных меломанов, которые, в принципе, слушают любую музыку. Конкретно для рок-музыки гитары здесь звучали, конечно, слышно, отличительно, где гитары хорошо звучат, где нет, все зависит от песни, эквализации. Но, тем не менее, вот основное их достоинство, что реально делает эффект вау, это низы очень грамотно составленные. Кстати, малый рабочий, в принципе, вообще барабаны очень верно. То есть малый за счет середины именно пробивает, а басы, бас-бочка за счет низов. Ну, видно, что барабанщик основал фирму, наверное, все-таки есть на этом некий бзик. Поэтому все-таки уклон, я бы сказал, здесь именно в универсальности, в популярную музыку. Что можно дальше сказать? По функционалу, я сразу, кстати, не заметил, здесь очень тяжело, и, в принципе, так просто не заметишь, есть изгиб. То есть такой DJ-style, чтобы можно было надеть, и они, соответственно, сзади, то есть душка была, ободок на шее. Что касается самого по себе форм-фактора, они достаточно тяжелые. Сидят удобно, когда ты их надеваешь, сразу происходит такой... И ты уже не так слышишь все, что вокруг, и, соответственно, не так все слышат твой музыкальный вкус. Это, я считаю, хорошо. К чему я говорю, что тяжелые. Это явно наушники не для сведения и мастеринга, да, это не студийные наушники. Многие почему-то думают, что студийные наушники – это самые хорошие наушники. Нет, студийные наушники – это наушники для звукорежиссера, который, когда делает песню, он понимает, что ее будут слушать на обычных бытовых наушниках, где низы подвалены, чтобы подкрасить звук, да, чтобы поддать объема, где еще человек, люди обычно подваливают низов. И если сам звукорежиссер еще изначально подвалит низов, то, ну, будет на выходе полная, ну, одна бубнежка. Что можно сказать именно здесь? Барабаны, как я уже сказал, здесь замечательные. Они именно качают. В студийных наушниках там не будет низов, будет именно честный звук. Здесь они именно прокачивают. Но при этом я сейчас включу... Ну, вокал слышно, да? То есть они не заваливают. То же самое технарь. Слышно, что звук все-таки здесь отработанный. Что хочется добавить? По функционалу. Самое главное, это возможность подключения всевозможного. Да, блютуз высококачественный, который ничем не уступает проводам, как они хвастаются. Я действительно не заметил разницы. Но, что мне более интересно, это помимо подключения джек обычными проводами, которые отсоединяются, то есть если вы все-таки сломаете шнурочек здесь, ну, такое бывает, то наушники не надо менять. Вы купили новый шнурочек качественный? Дальше слушайте. Опять же, можете купить более длинный кабель. Это тоже приятно, без всяких удлинителей и переходников. Помимо этого, здесь есть еще переходники, собственно, те самые, как я уже говорил. Но мне больше всего закатило именно USB, потому что в поездке, где-то в путешествиях, ты достал ноутбук, у тебя там звуковая карта, ну, такая, ну, не очень. А в USB вставился, в микро-USB, через обычный USB-переходник, как хочешь, да. И, пожалуйста, они одновременно заряжаются, и игра это определяется, как свое устройство, ну, и, соответственно, слушаешь без каких-либо потерь в звуке. Да, кстати, заряжаются они довольно быстро, и еще бы я хотел отметить, то, что я слушал их, ну, часов, наверное, 6-7. Первые 8 часов это обкатка таких большим мембранных наушников, да, ну, и, соответственно, максимальное звучание, они достигают часов через 20. Однако, очень важная вещь лично для меня, помимо музыки, это еще и кино. Я посмотрел в них один немало известный боевичок, и могу сказать, что фильмы, вот фильмы, это второе, наверное, их предназначение, потому что, опять же, голос. Детализация голоса, она такая четкая, точная, какая должна быть. При этом, конечно, идет за счет низов акцент на взрывы, погони, выстрелы. Все это смотрится очень эффектно, очень, очень приятно, что можно сказать. По функционалу. Мне не очень понравилось управление сенсорной панелью. Я, конечно, предпочитаю кнопочки. Во-первых, зимой удобнее, когда у вас в перчатках, соответственно, пальцы, а у меня почти всегда они в перчатках, потому что бывает, надо поиграть на гитаре потом. Что дальше, ну, не совсем удобно показалось за счет того, что именно у такого самого себе постукивания происходит это, но это работает. И, соответственно, они, наверное, думали, может быть, надо распробовать. Что касается приема вызовов, здесь с этим все замечательно. Итак, что у нас получилось? Качественно сделанные собранные наушники с очень приятным спененным материалом, хорошо сидящие на голове, но такие в меру весистые. Нацеленные на широкую аудиторию. То есть это именно максимум, что хотели сделать для широкой аудитории. Для аудиофилов в том числе и для, соответственно, конкретной целевой аудитории. Ну, потому что ценник обязывает. Продукт удался. Это точно. По минусам я выделил только сенсорную панель. Все остальное, упаковка, комплект, функционал, все замечательно. Поэтому давайте перейдем непосредственно к конкурсу. В начале этого видео я показал вам еще вот такие вот не менее замечательные наушники, которые, кстати, тоже очень классно сидят и смотрятся. Но, помимо этого, обладают еще большим эффектом звукоизоляции, активного шумоподавления. То есть в этих прямо-таки можно работать с газонокосилкой, но и нам подхожие выдавали на репбазах. Так вот, как получить их? В описании под этим видео есть ссылка на группу ВКонтакте Monsters. И, соответственно, вы должны подписаться на эту группу. Далее вы должны перейти по следующей ссылке на мою страницу и сделать соответствующий репост записи о конкурсе розыгрыша наушников. И среди тех, кто сделал репост, я буду выбирать тех двух счастливчиков. И, повторюсь, лично я отправлю вам эти наушники. Вот и все. Всем спасибо за сегодняшнее видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте Monsters, участвуйте в конкурсе, ставьте лайк, пишите комментарии. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok